Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Ваграм. Сегодня в программе «Час трендов» мы поговорим о христианстве и обществе в эпоху перемен. Мне интересно об этом поговорить, потому что я юрист, можно сказать, в какой-то степени социальный активист, и, конечно, будет интересно пообщаться с пастором на такую актуальную тему. Ваграм, рад тебя видеть и предвкушаю нашу беседу. Отлично, Евгений Юрьевич. Начнем тогда с такого актуального события. Не стало Горбачева и неоднозначная фигура в российском обществе, но она и нас интересует, нас, верующих. И не могли бы вы поделиться своим впечатлением, своим мнением относительно данной фигуры эпохи, которая ушла с ним? Может быть, вы дадите какую-то оценку его реформам в сфере церковно-государственных отношений? Конечно, сейчас, мне кажется, Михаила Сергеевича принято как-то ругать, как виновник распада Советского Союза и многих других вещей. Но если говорить с позиции именно церковной, религиозной, то именно при нем вернулась религиозная свобода. За многие десятилетия слово Бог можно было писать с большой буквы без последствий, и можно говорить было это слово, и из тюрьм вышли политические, религиозные узники, узники совести. Россия и вообще СССР отпраздновала крещение Руси, стали собирать стадионы, где говорили о Боге, появились телепередачи. Просто тема религии вернулась в общество вот таким масштабным образом. Была невероятная свобода, новый закон о свободе совести, о религии, о религиозных организациях. Поэтому для подавляющего большинства служителей, религиозных служителей, просто верующих людей. Это была эпоха обновления, это была эпоха высвобождения. Я помню себя совсем молодым человеком. Я мог прийти почти к любому чиновнику в своем городе, городе Кемерово, и говорить с ним о Боге. Губернатор, районная, городская администрация. Почти каждая дверь была открыта для того, чтобы говорить. Была невероятная свобода. Удивительное время. Вы сказали о переменах, которые происходили. Вот как вы думаете, в чем была причина этих перемен? Почему именно в этот момент истории начались такие преобразования? На эту тему уже много было написано, сказано. И, конечно, для верующих людей они скажут, мы молились, и Бог услышал нашу молитву. И я думаю, что это точно самый точный ответ, самый верный ответ. В конце концов, Бог управляет ходом истории. Об этом ясно говорит апостол Павел в послании своем в Афинском Ареапаге. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом в небо и земле, он рассказывает, что он определил пределы времена обитания всем народом. Империи рождаются, появляются, затухают. Это все под Божьим контролем и его властью. И то же самое время, конечно, этому способствовали и социальные, и общественные процессы, которые происходили в советском обществе, в советском народе. И это естественный процесс. Где-то идеология сломалась, перестала быть актуальной. Где-то ответы, которые давались, они утратили свою силу. И мы увидели распад. И одновременно там, где происходит распад, там появляется новая жизнь, новые возможности, новые перспективы. Это, с одной стороны, боли, с другой стороны, это жизнь. Поэтому как мы это можем оценить? Да. Какие причины? Поэтому кто-то заметит в этом проблематику. Вот плохое руководство, там не хватило силы, давления, там увлечения какого-то лидерства. А кто-то скажет, наоборот, это естественный процесс. И это должно было прийти. Любая империя приходит к своему краху. И поэтому, в зависимости от кого мы спросим, и о чем мы спросим. Да, это очень интересно. Вы заметили, что именно Бог определяет происходящее. И мы можем подумать, что какие-то социальные и политические факторы доминируют в реальности. Но на самом деле духовная реальность, да, она прежде всего. Спасибо за это напоминание. Я думаю, это будет важно в контексте этой темы сказать. Вот здесь, знаете, мы, может быть, немного остановимся в вопросе Горбачева, потому что это связано с нашим обществом. Это связано с тем, как мы можем проявлять нашу гражданскую позицию, как мы можем оценивать какие-то явления, которые происходят в государстве, как христиане, да. Ведь мы не абстрагированы от современного общества. Мы являемся активными участниками этого. Мы влияем на это общество, да. И меня вот интересует такой вопрос. Известно, что Горбачев, да, и его команда, они шли к тому, чтобы создать союзное государство. То есть новое государство, но с меньшими субъектами этой федерации. Но известное событие случилось, августовский путь, когда группа высокопоставленных советских чиновников, по сути, попытались совершить государственный переворот, да. И на этом фоне вот будущий президент уже Российской Федерации, первый президент Ельцин, да, он вышел на первый план, а Горбачев как бы отошел. Вот как вы можете оценить вот именно эти политические события, как мы, христиане, можем дать высокопоставленным чиновникам, да, некий, может быть, мудрый совет, как управлять государством. Здесь нужно проявлять стойкость, принципиальность. Или, в принципе, такие революции, они нормальные. А почему, Ваграм, тебе такой вопрос захотелось задать? Вы знаете, мне кажется, что мы рано или поздно станем участниками таких событий, они будут происходить. То есть мы от этого не застрахованы. И важно понимать, как нам реагировать на такие события, как реагировать на политические какие-то реформы, на революции. Знаешь, вот если отвечать на этот вопрос не в контексте, какой дать совет, ответ, потому что вряд ли нас с тобой посмотрят. Хотя Бог знает, как что будет. А вот дать советы верующему человеку, христианину, который оказался в эпоху перемен, турбулентности, неопределенности, либо наоборот какой-то радикализации, вот это важный вопрос, который требует какого-то осмысления и более понятного ответа. Конечно, каждый правитель, он старается обрести больше власти. Контроль и управление – это естественный процесс, особенно если говорить про такое огромное территориальное образование, как СССР или Российская Федерация, это очень понятно. Можно вспомнить и империи прошлого. Но вот как верующему человеку? Прежде всего, верующему человеку не нужно отдавать свое сердце просто к государственной системе. Ему точно необходимо служить обществу добрыми делами, заботой, но его лояльность, его верность, его посвященность, она Господу Христу, который есть Царь Царей и Господь Господствующих. И поэтому, если мое государство будет обновляться, изменяться, то я не испытаю крушение своей мечты, надежды, ожидания, я буду добрым участником созидательных процессов, либо нести созидание в сложных процессах, а не быть человеком ненависти или человеком, который просто впал в отчаяние, отчасти тоже ГКЧП. Это же была реакция. Люди стали видеть, что все меняется. То, что было прежде, наша власть, наша система управления, механизмы, они все уходят, они как песок проходят сквозь наши пальцы. И была попытка вот этой реакции, контр-реформирования. Вполне понятно. Поэтому христианин, который не цепляется за ту или иную государственную систему, ему будет легче не только перенести перемены, но и послужить нуждающимся людям. Потому что в то время многие испытали большое отчаяние. Отчаяние те, которые были привязаны к прошлому, отчаяние те, которые чаяли надежд на будущее. И вот христианин, который находится в Божьем царстве, царство, которое всех веков и владычество Божие во все роды, и он может принести стабильность и определенность в сердца потерянных людей. Это, наверное, самое принципиальное, что я отметил. Есть такая фраза. Наши дела определяются страстями, а идеология призвана просто дать этому объяснение. Вот можно сказать, что христианство, оно дает тебе объективный взгляд на реальность. И вот как раз вы когда говорите, чтобы наше сердце не отдать какой-либо идеологии, мы можем в этот момент объективно смотреть на реальность. Ну, несомненно, в мире существует много разных систем, мировоззренческих систем. И христианство не единственное. Но, кажется, при, наверное, честном, беспристрастном оценивании разных мировоззрений, которые есть, христианство наиболее цельно, полно и всеохватно и честно дает оценку окружающему миру, реальности, человеку и всему остальному. Как вы думаете, Горбачев был верующим человеком? У меня есть сомнения в этом. Но Бог знает его сердце. Он, мне кажется, больше наслаждался тем, что он может дать людям доступ ко всему. Поэтому в Россию в то время, ну или в СССР, распадающий СССР, там СНГ, потом и прочее Содружество Независимого Государства, пришло много доброго и много плохого. Много хорошего и много просто очень ужасного. И в религиозном плане, и не только. Я не уверен. Не уверен, но Бог знает его сердце, что с ним было последние годы. Господь дал ему очень длинную жизнь. После смерти его супруги он еще прожил очень много. Он видел много перемен, того, что было и в обществе, и в государстве. Поэтому Бог знает его сердце. Но у меня есть сомнения. Есть некоторые данные, что когда он общался с Рейганом, то Горбачев, как и любой русский человек, человек русского мира, говорил такую фразу «Слава Богу». Слава Богу. Ну да, такая присказка. Да. И Рейган обратил на это внимание и стал говорить о Боге Горбачеву. Но неизвестно, да, действительно, чем закончилось. Да, в интервью Познеру он сказал, что он атеист. В общении с разными людьми он где-то говорил о вере. Я был даже на пару встреч, где он выступал еще во время студенчества. И точно не зверятный человек, интересный человек, особенно в в том периоде времени. Ну, Бог знает его сердце. Некоторые уверенно утверждают «нет», некоторые смело заявляют «да». Ну, Иисус сказал «по плодам узнаете их». Вот в чем, наверное, основание моих сомнений. Я не видел вот таких плодов живой веры, настоящей веры. Потому что, ну, как говорит там тот же Лукашенко, я православный атеист. То есть есть такая некая православная как бы культура. Ну, вот я обычный советский человек, поэтому я атеист. Вот где-то, наверное, это ближе к тому, кем был Михаил Сергеевич. Да, спасибо. Вот, знаете, есть такая фраза «те, кто не знают историю, обречены на ее повторение». И с Горбачевым мы, можно сказать, закрыли, не знаю, временно или вообще такую дверь коммунистической идеологии в целом. И много есть по этому поводу статей, как коммунизм повлиял на евангельское движение, на наше сознание. Ну, вот в целом, как пастырь, как христианин, как вы оцениваете эту идею? Коммунистическую? Да, да. Сегодня есть две страны в Юго-Восточной Азии, Китай провозглашает. Ну, вот в целом, как вы оцениваете это? Ну, сейчас она набирает темпы, влияние вообще в мировом масштабе. В сущности, сама по себе идея социализма, на самом деле. В ней есть некоторые, ну, даже я бы сказал, евангельские, библейские идеи. Это взаимопомощи, взаимовыручки, это социальные ответственности. Поэтому она, так или иначе, сегодня снова оказывается, ну, что ли, в эпицентре внимания. Сама коммунистическая идея, она не исчезла и в России. Надо сказать, что, хотя Горбачев убрал или отменил первенство и единственное присутствие одной партии, коммунистической партии, но коммунистическая партия не была запрещена, и она продолжает у нас функционировать. Поэтому, тому по себе, понимание и восприятие, оно осталось и в обществе, и среди людей, особенно более старшего поколения, и не только. Вот, в принципе, в советское время, точнее сказать, когда большевики взяли власть, то на идеологическом фронте для них самую мощную конкуренцию составили в свое время евангельские верующие. Потому что они показывали подлинную коммуну, подлинное братство отношений, верующие люди показывали. И вот тебе большевики, коммунисты, которые тоже проглашают, вот в будущем наступит эра процветания, эра коммунизма, и мы сможем жить вот такой вот жизнью. Они, по сути, пропоедовали царство Божие только без Бога. Они многие идеи даже брали на вооружение из Писания «кто не работает, тот не ест». Это слова апостола Павла в определенном контексте сказаны. Но они убрали Бога, а сейчас как будто бы Бога и возвращают. Недавно Изюганов тут же заявил, что Иисус вообще был революционером и коммунистом. Я даже написал небольшую заметку на эту тему. Да, интересно. И даже книжка такая, по-моему, если я не ошибаюсь, «Кодекс этики строителей коммунизма». Там прям евангельские истины, но они вырваны из контекста, как вы сказали. Да, поэтому у человека есть вот такое внутреннее, знаешь, желание, жажда, какая-то мечта о каком-то идеальном царстве, о какой-то стране Эльдорадо. Это, знаешь, такая вот боль по потерянному Эдему, которая там осталась в душе от наших прародителей, утраченным надеждам вот этому идеальному миру. И каждый пытается ее построить по-своему. И вот эти разные идеологические системы, они предлагают свои модели. В разные периоды истории цивилизации та или иная модель может преобладать на той или иной территории. Сегодня, опять же, по причине развития средств связи, даже, я бы сказал, улучшение экономической составляющей, социальной составляющей. И вот социализм, коммунизм заново как бы обретает свое влияние для кого-то второе рождение. Мы почему об этом говорим? Потому что это, во-первых, прошлое нашей страны. И это оказало влияние даже на людей, которые сегодня нас окружают. И мы можем видеть какие-то тенденции даже. Ну, определенно, потому что в русской душе есть эта жажда справедливости. Вот есть эта мечта о высшем суде, о высшей правде. И кажется людям, что социализм, по нашей истории читай, коммунизм, вот он ответ. Ну, хотя кто-то и говорит, нужна монархия, кто-то говорит так, но в том или ином роде это социально ответственное должно быть государство и общество. Кстати, вы упомянули о русском народе. В России действительно большая страна. Большую часть народа это русские, то есть это этнические славяне, то есть русские люди. Есть также другие народы, но они так или иначе включены в российское общество. И знаете, если, допустим, одним словом можно определить немцев как порядок, например, французов как свобода, кто-то определяет англичан как закон, конституционность или конституционализм. Как бы вы определили русских людей одним словом? Что характеризует русских людей одним словом? Это отличный вопрос, причем на него давали ответы многие философы. Ну и да, и русский человек для меня это не этнические русские человека, это просто человек, находящийся вот на этой территории, этой пространстве, в этой ментальности. Причем кто-то, можно сказать, злое какое-то слово, вот русский равно зло. Кто-то скажет, русский это верх выражения. Я думаю, что, наверное, правда. Вот это одно из слов, которое с нами Бог, с нами правда, вот как любили говорить, ну, известные выражения. Наверное, здесь вот эта справедливость, а не просто правосудие юридическое, а вот именно справедливость. Многие обвиняют протестантизм в таком юридизме, да, то есть что вот мы знаем какие-то фундаментальные вещи, применяем к ним неизменно, да, отношения. Может быть, как вы думаете, поэтому протестантизм в целом не является таким глобальным движением в России. То есть он долгое время был в некой изоляции, ну, в советское время, допустим, и многие современные люди, они даже не знают про протестантизм. То есть для них это тайна. Отличный вопрос. Знаешь, ну, протестантизм как явление в целом относительно молодое. То есть, конечно, протестанты говорят, что мы вернулись обратно к простоте апостольского учения. Ну, если говорить с позиции вот такого религиозного движения, сколько лет? Мы совсем недавно праздновали, ну, вот 500 лет. 500 лет, да. Да. И это, ну, вот, немного. Даже православие на Руси – это тысячу лет. Вот уже прошло больше. И поэтому первая вещь, ну, всему свое время, всему свое время – это первое. Во-вторых, протестантизм как движение или протестантская мысль как идеология, она не затронула российскую империю, российское общество напрямую. Если протестантская мысль там пришла в Германию, там, Скандинавию, Британию, то она точно имела вот такое столкновение во Франции, там, она немного посетила Италию, она точно перекинулась в насильную Америку. И сегодня она шествует по Латинской Америке, там, Азии, Африке, в конце концов. То вот для вот этой огромной территории, которую мы сегодня называем Российская Федерация или просто Россия, она не пришла в таком массовом явлении, она не затронула так глубоко. Более того, как первые роски протестантской идеи, не от Мартина Лютера, а просто протестантской идеи, они были в Великом Новгороде. Ну, Иван Грозный просто это уничтожил. Он просто вырезал, утопил и сжег. Стрегольники так называемые. Потом, когда эта идея приходила все больше и больше, то было мощное противостояние такого религиозного толка. Потому что для России религия – это не религия. Это больше ментальность, идентичность. И поэтому вопрос был не просто истинной веры или точно ли так говорит Бог, или точно так написано в Священном Писании, там, учения отцов в церкви, а это вообще кто я? Поэтому, как и сказал тот же Лукашенко, я православный атеист, потому что православие – это не вера для него, это просто его идентичность, ментальность. Ну, как, может быть, для того же, не знаю, татарина – это будет ислам, а там для бурята – буддизм. К сожалению, вот мы, как общество российское, оно многоконфессиональное, оно многонациональное. И, надо сказать, смело наша вера скорее – это номинальная, чем настоящая, а смысленная – нет, несердечная. Это просто вот моя идентичность. Раз ты вот родился в этом народе, значит, ты должен быть таким. Вот, наверное, вот в этом ключе. И еще один момент. Русская поговорка. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. То есть, даже в самом обществе не было фундамента. Ведь, да, протестатизм обвиняют вот этой, скажем, юридической, скажем, ну что ли, выхолощенной вере, но это не так на самом деле. Но, с другой стороны, там точно много отмечается такого, ну что ли, серьезного отношения к Божьему закону, к тому, как Бог работает в рамках своего закона. А для этого нужно даже почва, почва гражданского общества, которое апеллирует к закону, которое не просто поворачивает свой нос и закон говорит то, что я хочу, о которой, на самом деле, имеет осознание, что есть закон больше, чем я. И не просто какой-то закон после моей смерти, но законы при моей жизни. Да, это интересно. И если мы посмотрим на 15-й век, да, 16-й век, когда гуманизм как явление, оно расцветало, да, и там Эразм Роттердаски, и Лютер, да, и Кальвин, они все интересовались гуманизмом, то есть как некий интеллектуализм, то есть некое возвращение к первоначальному источнику, да. Вот как вы думаете, этого не хватает нашему обществу? Мы еще вот движимы какими-то вот глубинами нашего внутренних порывов чувств, эмоций. Когда будет то время, когда мы сможем рационально, для начала рационально, подойти даже к самой нашей идентичности, да, вот кто мы, и понять евангельскую истину в чистоте, в простоте, которая она есть? То есть как вы думаете, это возможно вообще, когда? Протестанты, по своему определению, это люди, которые думающие. Вот, да. И первые евангельские верующие в Российской империи, это были люди из дворянства, это были люди из купечества, это была интеллигенция, можно почитать тоже Анну Каренину, Толстой отмечает, что великосветское общество раскололось, одни танцевали, обсуждали политику, ответили и читали Евангелие. Это были люди думающие. В конце концов, протестантизм, это и христианство, по сути, это религия книги, нужно читать, чтобы понимать. Это не просто обряд, это не просто какая-то форма. И грамотность – это важный аспект. Вот почему тоже в советское время запрещали или ограничивали религиозную литературу, понимая, что это огромная сила. Библия – это огромная сила. Но элемент такого рационального осмысления, он, правда, не такой высокий. Где-то больше, особенно в век нашего постмодернизма, появилась новая, скажем, сила для субъективизма, просто эмоционализма. А с другой стороны, требуется точно больше гуманизма. Я думаю, что вот эта гуманизация общества, она не успела утвердиться в русском, российском народе, потому что вот только освободили крестьян от крепостного права, только перевели Библию на понятный русский язык, так называемый синодальный перевод, только начали какие-то реформы, раз царя убивают. Начинается некая новая реакция. Только появилась религиозная свобода 1905 года, что можно быть русским и неправославным, и все же быть хорошим гражданином, и быть христианином. Тут же новые пошли витки. И раз приходят к власти большевики, дают некую свободу, а потом закручивают быстро гайки, взрывают храмы, там садят священников, убивают их, и загоняют всех в колхозы. И опять наступила новая форма несвободы. По-настоящему российское общество, оно не успело. А потом еще гражданская война, ГУЛАГ, Великая Отечественная война, мы еще не вышли на такой уровень даже гуманизации общества. Вот вы интересно дали такой аналитический взгляд на происходящее и влияние на современное состояние умов, если так можно сказать. Если мы приблизимся к концу 20-го века, уже первой половины 21-го века, что происходит? Не видите ли вы здесь такую параллель? Да, да. Есть, несомненно, есть параллели. Я бы даже сказал, в каком-то смысле слова, мы идем на штрафной круг. Да. То, что не успело народиться, не успело утвердиться, но теряется, и потребуется новое какое-то обновление от Бога. А вот как вы думаете, почему это не успело прижиться? Знаешь, Ваграм, я думаю, что у многих людей, даже у верующих, есть такая наивность, что экономические, политические, социальные, какие-то, ну, не знаю, интеллектуальные, научные, образовательные, просветительские программы, они смогут изменить общество. Несомненно, они могут повлиять, и они не являются бесполезными. Ну, даже Павел говорит, например, Тимофею, что физические упражнения мало полезны, благочестенно все полезно, но он не говорит, что они не нужны. Поэтому эти процессы тоже имеют какую-то, ну, роль и место, но они не могут изменить душу народа. Точнее сказать, они не могут исцелить эту душу. Требуется духовное обновление. И духовное обновление – это больше, чем построить храм. Это больше, чем построить дом молитвы, там, церковь, костел или что-то еще. Требуется, чтобы само Божие послание, вот эта благая весть, Евангелие, радостная весть о Христе, она по-настоящему пришла к людям. Она была услышана, и она переплавила сердце. Вот этого не случилось. Кажется, что что-то началось, кажется, что что-то происходило. Но, к сожалению, мы быстро стали возвращаться туда, где мы были. Достаточно быстро. И тот интерес к религии превратился достаточно целенаправленно в какой-то формализм, какое-то номинальное, такое искусственное, даже местами верование. Ну, и оно не повлияло на общество. И общество вернулось туда, каким оно было. Спасибо за ваше такое уточнение, что социальные, да, действительно, политические реформы, они не могут изменить сердце. И я здесь с вами полностью согласен. Если мы даже посмотрим на историю, да, вот, прежде чем совершилась революция, там, во Франции, в Англии, в Шотландии, там, в Германии, там была реформация до этого. То есть я не хочу сказать, что наша цель – это социальные реформы. Мы христиане, да, то есть мы проповедуем и утверждаем именно евангельские ценности. Но они, безусловно, влияют в том числе на социальную составляющую, да? Конечно, конечно. Даже отмена рабства, допустим, в Великобритании, да, Уилбер Форс, это его вера при участии его такого духовного наставника, пастыря Джона Ньютона, известную песню «Благодать спасен тобой». Так и есть. И даже в нашем российском обществе, и в царское время, и после, многие хорошие преобразования, они же были рождены Божьим влиянием. Например, император Александр, почему он сделал перевод Библии? Он просто читал Библию. И он сказал своей супруге, какая прекрасная книга, надо, чтобы ее читали все мои подданные. На что его супруга сказала, дорогой, как они были читать? Ты читаешь на французском. И в то время аристократия, она говорила на французском, в конце концов. Даже лучше, чем на русском. Многие, да. И поэтому он учредил Российское Библиейское общество для перевода Библии на понятно русский язык. И когда это слово Божие попало в сердца людей... У меня есть дома Библия от моего прадеда. Первое издание синодального перевода, полная Библия, с его пометками. Эта Библия изменила его жизнь. И вот я сегодня уже какое поколение, благодаря тому, скажем, действию Божьему в сердце императора через Божье слово... Это очень интересный артефакт. Да, вот за тобой есть карта Женевы и Швейцарии. Жан Кальвин повлиял на появление этого французского перевода. Божье слово, оно точно меняется. Горе народу без слова Божия, сказал наш известный писатель. Вот нам нужно больше Божьего слова, Божьей истины. Тогда мы можем увидеть какое-то преображение общества. Несомненно, и социальные, и даже политические, и уж точно экономические, и политические вещи, они полезны, они не являются бесполезными. Но они не могут в фундаменте изменить сердце человека. И вот в этом была часть и даже ошибка протестантов. Когда вступила свобода после вот такого советского давления, то многие из них бросились всеми силами на просветительские и благотворительные проекты. Что неплохо. Даже была огромная такая инициатива обучать христианской этике в школах, в вузах. Это тоже неплохо. Но это фундаментально не меняет человека. Требовалось больше. Тогда казалось, что ну все, ничего не изменится. То же самое было и у Ивана Степановича Проханова. Но после революции большевиков он думал, ну все, у нас такая свобода. Даже там русскую православную церковь большевики недолюбливали, как, ну что ли, участника царского режима. А вот нам, евангельским верующим, дали свободу. И он там участвовал везде, полагая, что все-все получится. Но нет. Сегодня мы сталкиваемся с такой реальностью, что обсудив коммунизм, идеологию некую такую традиционную, мы можем немного затронуть идеологию либерализма. И увидеть, что в современных странах, где параллельно с евангельским, таким утвержденным уже историческим движением, развиваются различные, ну абсолютно антиевангельские движения. И они не только развиваются там на добровольных началах, они поддерживаются государством. Это факт, это мы должны признать. И здесь вот, как вы можете оценить, это с одной стороны либеральная идеология, да, свободы прав человека, она нам дает свободу и расповедание. К нам не приходят чиновники и не требуют нас закрыть, да, наше благослужение завершить. Но с другой стороны, это является почвой для возникновения достаточно сложных таких вот коренных проявлений греховного сердца. Ну да, надо сказать, что... Вообще надо сказать, Ваграм, что сегодня слово либеральный, это вообще как нечто ругательное. Да, да, я понимаю это, я... И вот, наверное, вот надо сказать, что сегодня и многие общества, где преобладает либеральная идеология, они становятся талитарными через форму там вот этой cancel culture, до культуры отмены, через продвижение каких-то идеологических своих нарративов, и где уже христиане становятся ужасными фундаменталистами вровень с террористами. И вот в чем здесь проблема. Человек, за что бы он ни брался, он это портит. Единственная личность во Вселенной, которая улучшает, исцеляет, исправляет, это Бог. Единственная непоколебимая, совершенная, безукоризненная личность — это Бог. И как только Бог отодвигается на второй план, неважно, через коммунистическую, социалистическую, либеральную или иную повестку, иную, там, не знаю, даже патриотическую и прочую, как только Бог убирается на второй план, или он начинает потихоньку отодвигаться, имея даже самое лучшее намерение, мы попадаем в эту известную фразу, благими намерениями вымышлена дорога в ад. И люди, начиная за здравие, заканчивая за упокой. И это трагедия многих народностей, многих обществ. И, к сожалению, даже вот Советская Россия — это прекрасный пример. Они хотели построить общество свободы, справедливости, землю крестьянам, фабрики рабочим и прочее, закончилось номенклатурой, новыми дворянами, новыми императорами и так далее. И вот то же самое и там, в этом, в либеральном обществе. Они пользуются плодами той свободы, которую принесло Евангелие, но они уже извращают ее, переступая моральную грань, убирая Бога не просто с трона власти, оставя его как прислугу, или просто вообще игнорируя его. Ну и это ведет к разрушению. Известно из истории, что все империи, почти все империи, почти все известные империи перестали существовать не благодаря или не по причине внешнего захвата, а благодаря внутреннего морального разложения. И мы это наблюдаем на протяжении всех поколений, включая и наше время. Да, спасибо. Наверное, слушатели могут заметить, что в нашем разговоре мы не придерживаемся какой-то одной идеологии. Мы пытаемся смотреть на разные идеологии с евангельской точки зрения. И мне кажется, это очень важно для христианина, не принимать весь пакет идеологии, потому что во всей своей полноте ни одна идеология политическая, социальная не может соответствовать Евангелию. Мне нравится позиция Тимоти Келлера, который об этом говорит. И вот здесь такой вопрос возникает, уже перейдем в день сегодняшний. Сегодня мы наблюдаем события в Украине и поражает, вот, знаете, что поражает? Что есть диаметрально противоположные точки зрения на этот вопрос. У христиан. Это первое. Второе, это уже вторая проблема, что эти позиции, они несовместимы. Они приводят к ограничениям в общении, к непринятию, к осуждению. Вот у вас была проповедь воскресная, вы там говорили про то, как христианину реагировать на политические события. И вот в данном случае вы можете сказать, как христианину смотреть на это событие, подчиняя себя Христу, вот максимально подчиняя себя. Либо занять позицию... Ну, я сейчас просто расскажу. Я видел ярых государственных патриотов, то есть, которые... Я не считаю патриотизм злой еще. Льюис говорил, что это не плохое явление. Но есть реально люди, которые верят, что Америка – это империя зла, что они наступают на Россию, Россия – это новый Израиль. Есть обратная сторона. А там, на Западе думают, что Россия – это там ГОК и МАГОК, то есть это народы севера, которые пойдут воевать с Израилем, хотя там в севере Израиля Иран, которые постоянно воевали. Ну, просто вот жалко это наблюдать, с одной стороны. С другой стороны, что бы вы могли об этом сказать? Знаешь, мне кажется, что, Ваграм, тебе можно даже что-то конкретизировать. И мне думается, что я сказал достаточно много уже в разных передачах, постах, каких-то комментариях на эту тему. Но прежде всего, мое сердце плачет, душа моя скорбит, потому что я вижу, как гибнут люди. И это не на какой-то картинке, это не событие прошлых веков, это событие нашего времени, нашего дня. И ты не можешь оставаться равнодушным. И вот первое, что бы я сказал, христианин не должен поддаваться современной культуре эскапизма, убегать от реальности, какие бы объяснения он не приводил от библейских, там, царство мое, а не царство этого мира, до каких-то таких человеческих, оправдывающих свою совесть, ну, там, я здесь ни при чем, моя хата с краю, христианин не может спокойно наблюдать, когда люди страдают. Не важно, это враг твой или друг твой. В христианстве, Иисус говорит, если враг твой голоден, накорми его. И поэтому христианин, в принципе, он призван быть человеколюбивым. Иисус, вися на кресте, он умирал за своих врагов и молил отче прости. Это важное слово. Это первое слово, я бы сказал. Второе слово. Христианину необходимо не попадать в какие рода пропагандистские штампы. Потому что вот в такой период, это крайне сложный период, общество все будет больше поляризироваться и все будет больше какого-то ненавистничества. И христианину нужно смотреть, чтобы не попасть под это влияние. Это крайне важно. В-третьих, ему нужно помнить, что блаженны миротворцы. Ему нужно быть человеком созидания, мира, заботы. В-четвертых, ему ни в коем случае нельзя прикрывать какое-то моральное зло или какую-то бездравственность или аморальность. И поэтому, если требуется, ему нужно об этом сказать. И надо понимать, что не всем опризвано говорить публично, но точно мне нужно смотреть так, чтобы не стать соучастником какого-то морального зла. Вот, Евгений Юрьевич, вы такое замечали, что когда ты комментируешь какое-то событие, тебя перечисляют в ряд либо тех, либо других. Это сто процентов, и я бы рассказал, это неизбежно, потому что люди на все смотрят через свою призму. Вот я ношу очки, я вот очки сейчас снял, и я тебя уже вижу силуэт. Вот там впереди меня уже на пять метров я едва что вижу. У нас у всех есть какие-то очки. И для христианина важно, чтобы у него были очки Евангелия, чтобы здесь была не человеческая идеология, а чтобы была Божья истина. И через эту истину мне нужно смотреть. И когда я беру Библию, мне нужно читать ее не через свою идеологию, и это крайне сложно. Это почти никому из нас невозможно. Вот почему мы молимся и говорим, Господи, говори со мной. Так, чтобы я мог покоряться ей, а не вчитывать туда то, что я хочу. Или читать так, как я хочу. Но в конце концов сатана искушала Иисуса, цитируя Писание. И мы можем брать Божье Слово и пытаться его говорить так, как мне хочется. Поэтому это тоже такой вызов. И это непростой период. И иногда нужно просто больше молиться верующему и молчать. Потому что, когда я не знаю, как действовать правильно, лучше подождать. но точно правильно это, точно будет правильно. Это протянуть руку нуждающимся, плакать с плачущими. И помнить, что я прежде всего христианин. Неважно, в каком обществе, в какой стране, где я нахожусь, для меня мой брат, моя сестра по вере ближе, ближе, чем кто-либо во всей вселенной. христианин. И это принципиальное отличие христианства. Когда ведь само слово христианин, его же придумали не христиане. Их так стали называть. В русском беле. Неверующие люди, скажем, в городе Антиохия. Они смотрели на вот эту церковную общину, которая состояла и сирийцев, и греков, и римлян, и африканцев. Потому что они думали, кто они такие, как они вот стали вместе в этом городе, где все были разбиты на свои этнические квартиры, сектора, кварталы. И они увидели, что они собираются из-за Христа. И поэтому они прозвали их христиане. И вот это самый важный момент, показать, что мы христиане. Вот что нас объединяет. Не какая-то человеческая идеология или какая-то человеческая общность, а прежде всего наша общая вера во Христа. Знаете, мы видим, как сегодня можно сказать закручиваются гайки, государственный механизм. Он приходит в свое такое вот форму самодержавия. и в целом у нас государственная власть, она на протяжении истории была сильной. И вот как вы думаете, какое будет будущее евангельского движения вообще в России в перспективе 50 лет? Ну, я в это время надеюсь уже буду у Господа. Мы будем молиться, чтобы это произошло как можно позже. Знаешь, Ваграм, с одной стороны это нормально для государства особенно в минуты трудностей испытаний вызовов еще больше мобилизоваться. И я сейчас не говорю там про какое-то конкретное слово, я говорю в целом это понятное явление. Государственная система всегда стремится к большему контролю и власти. Но евангельское христианство каково его будущее? Евангельская церковь, подлинная церковь, она замужем за Христом. И поэтому она точно окажется на самом лучшем празднике во Вселенной на браке Христа и церкви. И поэтому церковь призвана жить этим, что она связана со Христом. Несомненно, она служит здесь, в этом обществе, в этом государстве в это время. И она служит как самые лучшие законопослушные граждане, как самые прекрасные соседи, как отличные работники, верные друзья и так далее. Но ее посвященность она туда, Христу, царю царей и Господу господствующих. И поэтому сознавая, что вся власть на небной земле у него в руках, мы делаем все, что мы можем, как говорит Павел в послании Галатам в 6 главе, таколь есть время, делайте добро всем, а наипаче своим поверим. Мы совершаем этот труд не потому, что мы хотим большей свободы себе, не потому, что мы хотим большего комфорта себе, не потому, что мы хотим удобнее перекантоваться, пока нас заберут в небесные обители, или пока Царство Христа видимым образом наступит на земле, уже охватив всю вселенную, а мы хотим служить ради Него на благо наших ближних. И нас интересует не наша политическая, религиозная и прочая свобода, нас интересует, насколько будет прославлен Христос в преображенных жизнях, исцеленных сердцах вокруг нас. И если Богу угодно через кровь мучеников обновить этот народ, значит, будет так. Если Богу угодно дать нам невероятную свободу, чтобы еще больше прославить себя, значит, будет так. Но христианин, он живет не мечтами, а вот сегодняшней райском комфорте. А он живет тем, чтобы быть максимально пригодным своему спасителю до тех пор, пока он не придет меня взять домой. У Чарльза Спержена, известного проповедника прошлого, 19 века, у него есть потрясающая фраза. Если ты христианин, то ты будешь жить в самом темном районе своего города, чтобы свет Христа сиял там ярче. христианин ищет возможности послужить Богу, а не создать себе комфортное какое-то местечко. Условие, да. И вот конечно нужна ли религиозная свобода? Ну конечно нужна. Она не является причиной духовного пробуждения, но без нее духовное пробуждение не случается. Или по крайней мере точно приводит к большей либерализации религиозной свободы. Но не ради этого мы живем. Мы живем ради духовного пробуждения народа. Поэтому какое будущее? Я думаю, что у евангельского христианства в России будущее с каждым годом все лучше и лучше. Я думаю, что российский народ он еще не испытал вот такого всеохватывающего влияния Евангелия. Этого еще не было. Это не случилось и полтора века назад. Этого не было ни в начале 20 века. Это не было ни в начале 21 века. И моя молитва вот когда апостол Павел объясняя будущее еврейского народа, он говорит вот будет пробуждение в еврейском народе, но оно не наступит, пока не придет полнота язычников. И я думаю, что в российском народе еще эта полнота не наступила. И я думаю, что эта полнота будет точно связана с протестантской церковью. И лучше сказать даже с евангельским посланием. Может быть Бог сделает реформацию в обществе православной церкви. Может быть придется делать реформацию протестантской церкви, потому что многие сегодня евангельские церкви не совсем евангельские по своим ценностям и убеждениям. Но мне думается, что для России очень большая перспектива. Вот именно для российского общества. Вот не просто в краткосрочной перспективе, но в целом оно очень большое. если это будут темные времена, наступят светлые, если это будут такие новые времена. Но мне кажется, что Бог еще не сказал свое последнее слово, хорошее слово касательно российского народа. Интересно, да. Знаете, вот здесь интересно такой более подробный вопрос задать, связанный с будущей реформацией. Если мы посмотрим историю, просто это открытые источники, в принципе, это не какие-то замудренные знания, мы видим, что тот же Лютер, он был католическим священником. То есть возможно, может быть, в Лоне, так сказать, православной церкви какой-то возникнет. Да, то есть может быть. Может быть. Знаешь, мне кажется или думается, что наверное, это будет где-то внутри общества. Потому что сегодня российское общество, оно очень нерелигиозное. Нерелигиозное. Очень нерелигиозное. В плане уровня религиозности Россия стоит в одном ряду с самыми нерелигиозными европейскими странами. У нас регулярное посещение церквей, храмов и прочих это до 5%. Это совсем ничего. тогда какой правды ищут? Что за правда? Вот интересно, что люди вдруг стали искать правду вне Бога, без Бога. И это же на самом деле беда человека еще с Эдема. когда он поверил, что есть счастье, есть жизнь, есть правда вне Бога. Что можно построить по-настоящему прекрасную жизнь без создателя. Ведь об этом говорили коммунисты, нам Бог не нужен, религия опиум для народа. Об этом говорили не только коммунисты, об этом говорили и многие гуманисты, и французская революция, французские философы, тоже, не знаю, Гейны можно вспомнить, Бог и не нужен, вообще Бог меня простит, это его работа. Об этом говорил Ницше. И можно многих-многих привести не так давно ушедших людей, но может быть будет чудо. Знаешь, особенно таких вот немного крайних евангельских кругах, как называемых харизматических кругах, они любят цитировать пророчество Хадсона Тейлора о том, что в России будет великое пробуждение, духовное, особенно в западной части, и миссионеры из России поедут повсеместно, и они ждут этого. Но я не удивляюсь, потому что я у вас спросил про Горбачева, верующий ли он. Недавно на ВИА-новости вышла статья главного пятидесятника России, Горбачев, где Сергей Риховский, Сергей Васильевич, и он там говорил о том, что под конец жизни Горбачев уверовал все-таки в Бога, и у него нет сомнений в этом. В любом случае только Богу известно сердце человека. Но здесь, знаете, вот такой вопрос, если можно коротко на него ответить, и мы перейдем к следующему вопросу. В каких регионах России больше всего концентрация верующих? Вам есть такая вопрос? евангельские первички. Дальний Восток и Урал. Дальний Восток и Урал. Интересно. Недавно, кстати, в Екатеринбурге... Да, это я, иначе всего, в процентном отношении. В процентном отношении. Вот, знаете, меня просто что интересует, когда происходила реформация в Европе, безусловно, мы считаем это духовным явлением, не столько социально-политическим. И мы верим, что и Кальвин, и Лютер, и другие деятели реформации, они оказали важное... Бог через них оказал важное влияние. Но, посмотрите, тот же Лютер не против пользоваться поддержкой Фридриха Третьего, самого, ну, как бы, Курфюрста Саксонии. То есть, это как губернатор главный. Мы видим, там, Лютер пользуется поддержкой Женевы. То есть, вот, возможно, это в России, чтобы, допустим, в будущей реформации была некая связь между лидерами реформации России и обществом. Да, я думаю, что так и будет происходить. Сейчас, я думаю, наступило время сотников Корнилиев. То есть, это люди не первого звена, но и не последнего. Все больше и больше людей переосмысливают себя, переоценивают свою жизнь, и Бог спасает их. И я думаю, что мы увидим. На самом деле, почему многие-то и считали, что вот совсем скоро и вообще все поменяется, потому что в период при Горбачеве, там, при Ельцине, в этот период много высокопоставленных людей стали верующими. евангельскими верующими. А можете назвать просто ранг должностей? Ну, как бы люди были заместителями министров, люди работали в правительстве. И они прям ходили на собраниях. Да, они были на собраниях, они были в церкви. Мне кажется, это будет интересно для нерелигиозных. Они не скрывали свою веру, они об этом говорили. Вот, это был процесс. Я скажу, у меня даже была беседа не с одним человеком, чиновником, которые, ну, были кандидатами в губернаторы, или я общался даже с губернаторами. Вот, и это был такой период, особый период. Поэтому сказать, что, ну, пробуждение, оно касается всех сфер общества, включая высших чиновников. Но это не, ну, не надо делать такую прямую зависимость, что, вот, только когда первые лица, ведь, в конце концов, когда христианство развивалось, да, это же была гонимая вера. Они были, как бы, секта для иудеев, потом они были гонимые в Римской империи, и последствия многих историков, кстати, тот же Родни Старк, который недавно почил, известный историк, он отмечает, что у Константина, который сделал христианство официальной религией, у него почти не оставалось выбора, потому что эта маргинальная вера христианства, она стала доминирующей верой в ключевых городах его империи. То есть, вот эти обычные маргиналы, которых высмеивали, там, или там, Цельс тот же, весьма к Трояну высмеивает, что это просто вообще никто, это ничто, это женщины и рабы, они проповедуют, они служа, из года в год, будучи гонимыми, притесняемыми, они получили такое большое и уже общественное влияние. Поэтому христианство нужно перестать играть в политические игры, какие-то просветительские проекты, а сосредоточиться прежде всего на формировании церковной общины. Не сделаться гетто христианским, уйти в какую-то монастырскую там свою жизнь, а на самом деле быть сообществом Божьего Царства в этом мире человеческого Царства, расширяя это сообщество, показывая, какое оно, то есть быть и по-настоящему транспарентными, и участвующими, и заботящимися, но прежде всего быть церковными людьми. Христианство, которое перестает быть по-настоящему общиной, оно теряет свою силу, оно теряет как соль, это как соль, ты раскидал, и оно, она потерялась. И вот сегодня сатана, как он в прошлом просил сеять себе как пшеницу, он сегодня сеет себе как пшеницу верующих, чтобы не раскидались, а потеряли свою силу. Как вы думаете, сегодня в России больше всего крайность, акцент на какое-то социальное служение, там, политическое, или наоборот, среди Иоанн Георгиевича? или наоборот, гетто, вот какая крайность Я думаю, что и то, и другое. В равной степени? Знаешь, да, некоторые уходят, вот их реакция на происходящие процессы, давайте жить как раньше. Раньше мы были гонимы, но мы жили, мы развивались, как-то выживали, и нам надо снова уйти в гетто. Вот то, что добилась советская власть, загнав верующих, сделав из них такое маргинальное сообщество, вытолковав их на границе общественной жизни, сегодня сами верующие туда уходят сами. А другая категория говорит, ну что, вроде никто не хочет слушать истину, ну пойдемте хотя бы доброе дело сделаем. И они посвящают себя все больше неким благотворительным проектам, ну особенно по новому закону, даже порой переживая, чтобы как бы их не поругали, не обвинили в незаконной месерской деятельности, но на самом деле и то, и другое является некой крайностью. Нужно ли церкви по-настоящему заботиться друг о друге? Ну конечно, Павел, я сегодня цитировал, Галатом, шестая глава, доколе есть время будем делать добро всем, и добавляет наипаче своим поверьям. И когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что первая церковь, они заботились друг о друге так, что никто не имел нужды. Поэтому церковь, которая друг о друге заботится, люди наблюдают со стороны и говорят, что это такое? Я не так давно общался с одним служителем, в очень опасном районе он трудится, но в этом районе баптисты заслужили большое уважение, именно потому, что там есть общинная забота, внутренняя дикания, и люди со стороны, наблюдая за ними, говорят, ну если ты пришел к баптистам, то у тебя все в порядке будет. Это вот такой первый аспект. Другой стороны, нужно ли делать добро? Да, нужно делать добро, но подлинного шалома без слова о христе не будет. И поэтому я буду делать добро точно, потому что в этом есть суть тоже христианской веры, но я также буду нести Христа, который первопричина моего добра. Ну и в-третьих, и это самое главное, христианин не должен убегать куда-либо, прячась за добрыми делами, либо каким-то активизмом, или просто скрываясь где-то. Ему нужно быть в этом обществе, в этом мире. Ведь Иисус сказал, я не молю до Отцу, чтобы ты взял их из мира, чтобы сохранил их от зла. И потом он говорит своим ученикам, и посылаю вас как овец и деволхов. Поэтому верующий человек, он должен быть в этом обществе. Должен осолять, должен свететь. Вы знаете, сегодня российское общество, оно, можно сказать, с одной стороны приходит какой-то единой, да, идеей, да, то есть мы видим некую консолидацию в консервативных кругах. Но с другой стороны, те люди, которых, допустим, я смотрел в году 2014, да, то есть когда я еще был, только закончил учиться, да, в школе, многие из них как бы кто-то за рубежом, кто-то в тюрьме. И, ну, это может быть для поколения, которое застало Советский Союз, это привычно. Но для людей, которые там рождены в 90-х годах и которые, в принципе, знают, что такое там Тик-Ток, да, для них это не очень привычно. И вот вопрос возникает в том, как нам, как христианам, да, помочь примирить эти части общества, но примирить не под соусом какой-то идеологии, а под соусом христианства. Ваграм, отличный вопрос. Я только сейчас понял, слушая тебя, какой я старый. У нас даже носки разные, да? Да, даже носки разные. Но я думаю, что церковь это самое лучшее воплощение вот той мечты, о которой ты говоришь. Церковь это братство народов, это люди, которые с разным багажом, опытом, даже идеологической какой-то, мировоззренческой картины, но они вместе из-за Христа, они могут поэтому стать чуть выше каких-то своих собственных представлений, восприятий и протянуть руку друг другу, как брат и сестра. И вот что может сделать по-настоящему верующий человек, это развивать церковь. Поместная церковь это надежда этого мира. Вот в прямом смысле этого слова. Церковь это самое близкое место к небу, церковь это прелюдия к новому человечеству, это отражение этого нового человечества, это отражение того нового, что Бог сейчас созидает. И поэтому если я по-настоящему хочу изменения, обновлений, перемен, примирения, в конце концов, мне нужна церковь. Не просто как общественно-политический социальный институт, а как божие собрание, собрание святых. Когда я наблюдаю за различными людьми, которые больше склонны к либеральной идеологии, которые сегодня переживают события, таких в Москве достаточно больше, я вижу очень серьезную грусть, разочарование и как будто отсутствие радости. И я понимаю, что радость, которая в церкви, она как будто нечеловеческая. Но она и есть нечеловеческая. Она имеет человеческие формы выражения, но радость она от Бога и радость от того, что Бог победит. И Бог победил. И при этом ты внутренне есть другая форма радости. То есть когда патриотическая радость, она... Ну, что мы победили. Да, да, да. И победа, которая связана с поражением моего оппонента, это победа, которая может быть полна человека ненавистничества. И вот настоящая победа... Знаешь, здесь я процитирую, наверное, самого известного президента Америки Авраама Линкольна. Его очень сильно ругали, что после того, как во время Гражданской войны победил Север, так называемый, победил Союз, что он не казнил своих оппонентов, противников, врагов. Ему принадлежит просто потрясающая фраза. Он сказал, «Разве я не убиваю своих врагов, когда делаю их друзьями?» И вот просто победить своего врага, уничтожив его, это одна форма победы. Но приобретя своего врага и сделав его другом, это совсем другое. Это то, что сделал Иисус. Он умер на кресте за своих врагов, которые стали его друзьями. И это единственный путь обретения и исцеления, и общества, и личного сердца человека, ну, или сердца отдельного человека. И это исцеление от того, чтобы мой патриотизм не стал ненавистью. То есть это не просто патриотизм, любовь к своему, но и ненависть к чужому. И чтобы моя, там, скажем, либеральная повестка, поиск свободы, не превратилась в и дозволенности нету ни любви, ни принятия, ни заботы. Вот нам поэтому и нужен Иисус. Там у креста Голгоф и земля ровная. Все мы примеряемся там, и все мы равны перед Богом. И тогда мы понимаем, что вот этот человек, он тоже мне брат, она тоже мне сестра. и мы дети одной планеты, и мы дети одной большой Божьей семьи. Да, очень интересно. Вот. Ну и последний, наверное, завершающий вопрос, поскольку программа называется «Час трендов», как нам в этот «Час трендов» не заснуть с одной стороны, да, с другой стороны, не быть слишком возбужденными. Так он немного как-то образно, абстрактно высказался. Апостол говорит «Пробудитесь, время пробудится вам, потому что вы сыны света». Вот для верующего человека его мотивацией жизни является Божья любовь, является Божья благодать, является сам Христос. И когда он является моей мотивацией, когда я в нем нахожу радость, восторг, а он точно дает мне больше, чем мне может что-либо дать в этом мире, людей. Люди этого мира ищут комфорт, власть, положение, попытку удовлетворения. И это неплохо. Но больше всего этого, больший комфорт, большую ценность, большую безопасность, большее положение человек получает только в Боге, через Христа. И когда человек это приобретает, тогда он по-настоящему может служить. Тогда он не может спать, потому что он нашел самое большое сокровище. И это сокровище бесплатно для людей, потому что Бог оплатил его ценой от своего Сына, кровью Иисуса Христа. И поэтому я, получив это сокровище, хочу со всеми поделиться. Это как, знаешь, самый вкусный напиток. Ты попробовал, ты хочешь его всем дать послужить. Вот поэтому я не могу спать, я хочу всем о ней рассказать, я хочу всем поделиться. А во-вторых, я не могу перевозбудиться, потому что я нахожу радость в Боге, а не в чем-то человеческом. Человеческое, оно может дать мне такую мощную вспышку, оно может сыграть на моих каких-то злых либо человеческих похотях, и разрушить меня, использовав. А когда я в Боге, то Бог меня созидает, Он больше меня созидает человечности в конце концов, больше сострадания, любви, заботы, внимания. Это как в то доброе время, когда еще звездные войны были пропитаны где-то может быть буддизмом, чуть-чуть христианством, не как сегодня либеральной повесткой, когда человек переходит на злую сторону, она его разрушает, когда он на доброй стороне, то он становится лучше, когда человек на стороне Божьей, он становится лучше, как человек, когда он уходит с Божьей стороны, теряется его человечность. Я думаю, что только этот один ответ можно представить в качестве содержания передачи, он полностью сыграет ту роль, которую призван сыграть. Очень мудро, очень глубоко, и я с вами полностью согласен. Ну что, Ваграм, пусть Бог нас благословит так жить. Спасибо тебе большое. Спасибо за ответы. Субтитры сделал DimaTorzok